Очень печальная вещь пришла, не стала нашего друга, соратника Леонида Владимировича Агрба. Более 12 лет проработали вместе заместитель генерального директора телеканала Абаза ТВ Юрий Кутарба и бывший директор по техническому обеспечению АГТРК Леонида Агрба. Их знакомство состоялось в 1983 году. Леонида Агрба был талантливым инженером. Становление и трансляцию вещаний абхазского телевидения невозможно представить без его участия, отмечает Юрий Кутарба. Очень коммуникабельный, грамотный инженер был, организовывал всю работу телецентра. Были большие сложности, взаимоотношения наши с Белийским телецентром. И вообще в 90-м году, когда мы уже от них отделились, еще больше. Ну, во всяком случае, у нас тогда Шамиль Кусянович в связи с Москвой имел хорошее, с гостей радио СССР, снабжение шло. Ну и вот грянула война. Надо было соорганизоваться. И на самом деле ребята, окружавшие его, инженеры, там Даур Курсая, Даур Киут, Хаджин, Баруслан, Смыргена, совместно все организовали работу для вывоза передвижной техники. И увезли в Гудауту и организовали там на протяжении двух-трех дней, организовали вещание, естественно, по Гудауте, Гагарскому району. Сюда наш сигнал тоже проходил. И радиовещание для Восточного фронта. С 1990 по 1995 год генеральный директор Абаза-ТВ Руслан Хашик проработал с Леонидом Агарбана АГТРК. Это были одни из самых сложных лет до военной, военной и послевоенной Абхазии. Но даже в таких условиях директор по техническому обеспечению Леонид Агарба делал все, чтобы обеспечить стабильную трансляцию абхазского телевидения. Все крупные проекты абхазской государственной телерадиокомпании нельзя представить без Леонида Владимировича Агарба. Я, когда перешел на работу на телевидение в 90-е годы, вот с того периода по 95-й год, это был очень сложный период. И ни одну задачу мы не могли бы выполнить без непосредственного участия в руководстве Абхазского телецентра. Накануне войны нужно было решать очень сложные технические задачи. Вы помните этот период, когда телевидение переходило на... Были мобильные технические средства, передвижная телевизионная станция и съемочная аппаратура. Вот все, что было нами эвакуировано из Сухума, это результат очень слаженной, ответственной работы руководства телецентра. И в первую очередь его руководителя, главного инженера и руководителей других служб. Залогом успеха был подготовленный и оперативный технический состав, который обеспечивал журналистам своевременный выход в эфир, перегон материала и другие важнейшие детали работы, отмечает Руслан Хашик. Я помню такие крупные события, которые мы выполняли в те сложные 90-е годы. Это прямая трансляция заседаний сессии Верховного Совета. Это невозможно было реализовать, если бы у нас не было бы такой подготовленной команды, технической команды, которым руководил Леонид Владимирович. И во всех этих проектах перед войной невозможно себе представить работу всей этой технической службы, очень молодой, сплоченной, подготовленной, дружной. Вот я повторюсь, нам, журналистам, было очень комфортно, очень приятно и ответственно было работать с ними. Леонид Агарба является автором соглашения о ретрансляции первого и ряда других российских телеканалов. Это в военные и послевоенные годы позволило технически буквально существовать абхазской гостелерадиокомпании. Когда случилось горе, десятки и десятки наших коллег подходили ко мне и просили передать Леонидам, родным и близким, самые глубокие соболезнования. Что я и делаю. Его очень любили и ценили в Интерфаксе. Я сейчас расскажу один случай, о котором мало кто знает. Лет 10-12 назад в Интерфаксе случился гигантский пожар. Это здание напротив памятника Маяковского, центральное здание Интерфакса. И пока эвакуировали людей, Леня Первым пошел тушить этот пожар. И он, и еще несколько человек спасли здание, историческое здание Интерфакса, от разрушения, от больших повреждений. И все это сделали до приезда пожарных служб. Этого никто не забывает и безумно ему благодарны. Он поступил просто героически. Помимо профессиональных качеств, Леонид Агрба был человеком добрым, отзывчивым и чутким, отмечают друзья и коллеги. Последние 10 лет он с семьей жил в Америке, но тосковал по родине. Ему не хватало сухумской, абхазской действительности. Это чувствовалось всегда, когда он звонил, писал, вспоминал. Это был очень талантливый во всем. Это был хороший футболист, это был хороший шахматист, это был уникальный охотник. В сентябре каждого года он брал отпуск, чтобы насладиться охотой. То есть он хорошо понимал, знал сельский быт. Но он свои следы оставил, и семья у него прекрасная, сын, дочь. Надолго он в наших сердцах останется, его дела, его приятный в беседе был. И никогда от него никакого такого слова не услышишь грубого. И с подчиненными он прекрасно работал. Если бы меня попросили бы охарактеризовать его одним словом, я бы, наверное, сказал «светлый», ну или «солнечный». А еще бы добавил надежный друг, надежный отец и супруг, и прекрасный, прекрасный профессионал. Леонида Агарба не стала на 66-м году жизни. 3 октября его из Америки доставили на родину в Абхазию. 4 октября Леонида Агарба похоронят на родовом кладбище в селе Мгудзерхуа. Анастасия Никонова, Саида Гухава, Абазатова.